ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ И это цикл проповедей. Если вдруг вы смотрите третий урок без первого. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Потому что первый касается второго. И последнее утверждение, которое мы остановились. Матфея 5 глава 11 стих. Блаженны вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. И я сказал, что в Израиле это не такое неизвестно и скрытое, неудивительно. Это происходит довольно часто. И были времена в Советском Союзе и в других местах мира, что это не являлось теорией. Люди в самом деле страдают из-за Ишуа. И сейчас мы видим это в Сирии и Ираке, где очень много христиан... Тысячи умирают. Ужасная смерть. Только из-за того, что они верят в Ишуа. И это, в самом деле, реально. Но в 12 стихе Ишуа продолжает, Радуйтесь и ликуйте. Велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас. Это дело очень центральное в учении Ишуа. И так же в иудаизме, в времен второго храма. Мы не останемся в этом мире на веки вечные. Мы умираем. Но мы верим, что есть жизнь после смерти. А жизнь после смерти... Жизнь после смерти... Не на 70-80 лет. Жизнь после смерти... Это на веки вечное. И так нужно правильно все рассчитать. Так куда стоит вкладывать? В то, что временно. И абсолютно ненадежно. Или нечто, что на веки вечное. И гарантированно. И Ишуа говорит, не вкладывайте ваши сокровища в этом мире, в этой земле. Где есть ржавчина. И тление. И море его съедает. Воры придут и украдут. У нас сообщение было с женщиной из Персии. Которая ни разу не была замужем. И она берегла деньги. И спрятала ее под плитами в своем доме. У нее был сейф под плиткой в доме. И на сейфе была плитка. На плитке был ковер. И на этом стояла кровать. И она думала, что это очень надежно. Кто будет искать под кроватью, под ковром. И пришли воры. И украли. И только тогда она поняла. Что сказал Ишуа? Поэтому он говорит, радуйтесь, лягуйте. Велика ваша награда на небесах. И это учение, уважаемое. И это учение, уважаемое. И это учение, уважаемое. Принадлежит Ишуа. И многие ровины его этого периода. Повторяли то же самое. Но вопрос, кто это слышит? Мы не изменялись в лучшую сторону. Мы, ученики Ишуа, не берем. Мы не относимся к учениям Ишуа, которые являются нашим учителем, нашим наставникам, достаточно серьезно. Мы это слышим. Мы это делаем. О, это действительно огромная мудрость. Точно, не собирать сокровища наши на земле. Но в конце концов, мы, как и все люди, мы не чувствуем себя уверенно, если у нас нет банковского счета. На котором есть деньги, которые достаточно для месяца, два месяца, чтобы не работать. Мы чувствуем себя обнаженными. Но Ишуа говорит, «Счастливы вы, если ваша сокровища будет в гарантированном месте». Мы должны услышать Ишуа так же, как учителя, не только как спасителя. «Спаситель» — это здорово. Это милосердие. Но житейская мудрость. Так же можно научиться у Ишуа. Он снова обращается к этому обществу. Тысячи, которые сидят на солнце и его слушают. И он говорит, «Вы соль земли». Если соль перестает быть соленой, чем возвратить ее вкус? Она ни на что не годится. Ее выбрасывают вон под ноги людям. Это идея. И так же, следующая идея. Связана с мировоззрением мира. Что израильский народ должен быть светом для народов. Дважды вы саем и читаем. В 42 главе. И в 49 главе. Что израильскому народу заповедано быть светом язычников. И вместе со светом солью. Израильский народ — это страховочный полис всего человечества. И это гарантия того, что Бог не сделал ошибки. Что он выбрал в Авраам Авину и в Зерре Авраам. Что он выбрал Авраама и его семьи. Быть благословением для всех народов земли. И что он говорит «вы». И что он говорит «вы». Кому он говорит? Он говорит «православная церковь» или «протестантская» или «католическая». Нет, он говорит «израильскому народу». Он говорит «тысячам евреев, которые сидят и слушают его». Но это также относится и к верующим. Но выбор, что Бог выбрал Авраама, и его семя не на веки вечные, для того, чтобы Авраам и его семя было благословением для всех народов земли. Он обещал это Аврааму, Ицхаку и Якову. И поэтому он обращается к людям, которые сидят там и слушают его. Люди, которые пришли издалека. Особенно, специально для того, чтобы его послушать. Он говорит «вы». Амеллах. Соль. Атема Ор. Вы свет. Амеллах יכול леткалкел. И соль может испортиться. И не будет пригодно ни для чего, кроме того, что наступать на него ногами. Атема Ор. И вы свет. Аор שלа Олам. Свет этого мира. Атем צריכим לשבת лемала. И вы должны сидеть вверху. Как любой источник света, чтобы его видели издалека. Вы не должны скрываться, прятаться под каким-то мешком. Но подняться на гуру. Чтобы мир вас видел. Израильский народ. Должен быть. Самым благословенным народом в мире. Бог выбрал Авраама. И Ицаха. И Якова. Дал нам Тору на Синае. Дал нам функцию в истории. Принести искупление и Мессию в этот мир. Мы должны быть гарантией для этого мира. Мы должны быть гарантией для этого мира. Вожатыми для мира. Но в течение истории нам это не удалось. Но в конце получится. Не из-за нас. Но из-за Божьей милости. Мы продолжим наше учение дальше. Пасух 15. Когда зажигают светильник, его не накрывают горшком, а ставят на подставку, и он светит всем в доме. Пусть также светит свет ваш среди людей, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли вашего Небесного Отца. Это функция израильского народа. И это функция любого верующего в этом мире. Мы окошко для Иешуа в этом мире. Когда люди нас видят, они знают, что мы ученики Иешуа. Смотрят на нас. Мы говорим, что это Иешуа? Это Иешуа? Это Иешуа? Вот это Иешуа. Вот этот человек, который обманывает, крадет, и прелюбодействует. Вот он. Талмитчил Иешуа. Повщеник Иешуа. Он пастор. Он пастор. Он раби. Он учитель. Это Иешуа. Это Иешуа. Он учится здесь. Вот чему Иешуа учит общество. И это не только Иешуа. Мы сейчас говорим о Дроша Аллахар. И не только Иешуа. Мы сейчас говорим о Нагорной проповеди. Мы видим同じ Тора в 모든 Небеи и в Тора от Моисея. Мы видим то же самое учение у всех пророков и в Торе самого Моисея. И многие учители повторяли те же самые вещи. Мы должны быть светом для язычников. Свет язычников это причина по которой Бог выбрал нас. И Он дал нам свет на горе Синай чтобы мир увидел как нужно жить. Не чтобы мир был более религиозным. Но чтобы знал как правильно жить. Вот цель Торы. Показать нам и научить нас как жить. Как выращивать наших детей. Чему их учить? Как кушать? Как работать? Как работать? И также как отдыхать? И для этого Он нам дал Субботу. Мы должны быть светом. Это вызов который возможен реально сделать. Но не как одиночки а как коллектив. Иешуа сам говорит что это общественно-коллективно. Он не говорит ты будь светом. Он говорит вы свет мира. Он не говорит ты будешь маленьким светом для своих друзей. Он говорит ты будешь светом для всего мира. И если мы будем светом этому миру и будем освещать дорогу людям то вопрос как? Иешуа дает нам в 16 стихе посредством Иешуа нам дает ответ в 16 стихе посредством дел. И мы всегда удивляемся ну как это добрые дела. По телевизору спросили Равина который является братом главного Равина Израиля. И он сын главного предыдущего главного Равина. И он очень важный Равин в Иерусалиме. И его спросили что значит быть святым. И он сказал быть добрым самарянином. И это только в Новом Завете только в одном месте есть понятие самарянина. И это потрясающе. Ортодоксальный Рав по израильскому телевидению говорит быть святым быть как добрый самарянин. Вот они добрые дела. Из слов Ишуа из Туры мы можем узнать что такое добрые дела. О плохих делах нет нужды расследования. Все их знают. Сейчас мы остановимся и продолжим на следующем уроке. Мир вам уважаемые. КОНЕЦ Продолжение следует...